Ваш брат Никита Сергеевич Михалков дружит с президентом Путиным. Он говорил мне о нем в возвышенных тонах. Он его очень уважает и любит. И считает, что лучшей фигуры для России в современной России нет. Вам нравится Владимир Владимирович Путин и режим, который он олицетворяет? Нравится, не нравится. Это неправильная формулировка. Это просто потому, что если бы Владимир Владимирович Путин был не президентом этой страны, а я просто был бы с ним знаком, то он бы мне нравился, безусловно. Потому что он верный человек, он остроумный, у него прекрасная память, он образован. Он знает такие имена, как Александр Скрябин, предположим. Мужик, он интеллигентный человек, он не пьет. Там много качеств, которые воспитаны в нем и системой, в которой он работал. Он системный человек. Но как президент этой чрезвычайно проблематичной страны, чрезвычайно проблематичной. Самое главное, что еще и эти проблемы не вскрыты. Проблемы не вскрыты. Никто не понимает, почему. Если бы понимало правительство, какие проблемы, тогда бы оно не говорило «Россия вперед», не говорило бы «Модернизация», не говорил бы этих слов. Вы понимаете проблемы? У меня свои иллюзии по этому поводу. Поэтому, как президент этой страны, он мне показался очень качественным в первый период своего правления, потому что он собрал воедино разваливающийся самолет, приделал обратно крылья, хвост, мотор. Безнадежно разваливающийся. Да, безнадежно разваливающийся самолет. Еще даже не понято, почему разваливался он. Многие люди обвиняют, предположим, Ельцина. Или там, обвиняют Чубайса. Так, как будто все дело в этом. Опять, как обвинять Сталина, понимаете? Дело в том, что надо понять иванизм. Иванизм – это потрясающее определение, то, что вы сказали. Вот, поэтому во второй период своего правления Владимир Владимирович, на мой взгляд, уже не стал терять контроль над государством. Он собрал его, и государство собралось, и быстро вернулось в Средневековье. В силу того, что никто его не двигал. А вперед двигать это государство сложно, потому что надо тащить за волосы. Продолжение следует...